Добрый день всем любителям второго Старкрафта! Вас приветствует Alex007 и за то время, что мы увлеченно следили за событиями на турнире Nation Wars Если не видели, кстати, обязательно посмотрите, там было много крутейших матчей, в том числе в режиме 2 на 2 В мире Старкрафта произошло немало интересных событий Ну, за пределами мира Старкрафта, к сожалению, всё как было, так и есть Российская армия продолжает терроризировать мирное население Украины И когда весь этот ужас закончится, пока непонятно А в Старкрафте закончилась карьера одного из величайших протосов в истории игры Ю Сунг Вук, он же Зест, трёхкратный чемпион GSL и чемпион мира по версии Intel Extreme Masters 2015 года Объявил о завершении карьеры Буквально через пару недель, 11 июля, Зесту исполнится 30 лет Но проблема не в этом, хотя действительно, возможно, Зест в силу возраста уже не претендовал на трофей чемпиона мира Или, может быть, GSL Code S И действительно, может быть, чуть подсдал в последнее время Но, опять-таки, тут дело в том, что Зесту всё ещё нужно отслужить в корейской армии В Южной Корее это обязательная программа, в том числе почти для всех прогеймеров Старкрафта Там есть определённые исключения, о которых мы давайте в другой раз поговорим Подавляющее большинство корейских профи, вот тот же Су, в армию уже отслужили Вернулись и пытаются заново строить карьеру Но вот что касается Зеста, он натягивал до последнего И, на самом деле, это в какой-то момент уже милом стало в Старкрафт-сообществе Потому что Зест уже очень много раз говорил о том, что вот такой-то турнир, это мой последний Вот этот сезон GSL 100% последний И мы уже даже немного подустали от этих историй Но, действительно, последний свой GSL Зест, похоже, уже сыграл И, естественно, было бы полнейшим неуважением не сделать ролик о таком великом игроке в честь завершения его карьеры Почему на баннере написано полное неуважение, если ролик-то в итоге сделан То есть мы, получается, уважение к Зесту проявили Я вам потом расскажу Тут есть определённая логика, о которой вы чуть позже узнаете Пока давайте посмотрим вот пару интересных игр, которые я вам покажу И буду рассказывать о том, как, собственно, Зест играл в течение всей своей богатой карьеры Мы будем смотреть игры Зеста против таких же, знаете, старичков Против Бьяна и Су Против игроков, которые тоже уже в армии отслужили И по возрасту они как раз максимально близки к Зесту И всё это такая очень старая школа Старкрафтеров У которой есть свои какие-то определённые вот законы и правила игры Вот, давайте посмотрим, как играет Зест На самом деле, игры Зеста — это нередко, ну, просто хохма какая-то И вот игра на 2000 атмосфер против Су — одна из них Обратите внимание, что делает Су Су, в принципе, хоть и поставил третью базу для отвода глаз Он на самом деле играет Бейлинг Баст Но Зест даже не поинтересовался тем, вообще там ставилась третья или нет То есть он помешал сопернику поставить хату Он понял, где там хата была поставлена Ну и после этого он просто забил Тут он типа отправляет вперёд тени адептов Но так как это под оверлордом происходит То, естественно, Су не составляет труда как-то спрятать свой пуш Зест играет Старгейт, построил Вуэдре, выбил оверлорда У него есть Вуэдре, два адепта И он, в принципе, едет спокойно ставить третью базу Ну, он просто едет себе и всё Ставит, значит, пилончик Ставит третий Нексус И тут же к нему на базу врываются Бейлинги и Зерглинги Пробивают стенку У Зеста вообще нет армии И на самом деле может казаться, что это ГГ Разом 17 пробок теряет Зест Су далее пробегает Лингами на мейн Начинает воевать с этими пробками Но там ещё немного маны остаётся у Оракула Который, в принципе, помогает пробкам справиться с Зерглингами А здесь уже новый адепт в стенке Всё Получается теперь не пробежать Обратите внимание на логику Зеста Зест такой смотрит так Ну, у меня 17 пробок, правильно? И вообще особо нет юнитов То есть было бы здорово сейчас получить откуда-то минералы И варпнуть юнитов, да? Ну, так должен рассуждать обычный игрок И для этого можно, например, отменить третий Нексус Но Зест не отменяет третий Нексус Зесту норм! Очевидно, что он отбивается от фактически однобазового улына Плевать, что там три хаты, там экономика Видите, даже не полноценная одна минеральная линия у Су Зесту всё равно Он просто варпанул одну сентри И сейчас с этой сентри при помощи форсфилда Отбивается от второй волны бейлингбаста Делает ещё одну сентри Третий Нексус достраивается Зест его даже не отменяет Норм! Три Нексуса Можем дальше спокойно выигрывать макро Естественно, Су тут уже ничего не может сделать То есть Зест, знаете, прям нарочито пофигистически Относится к этому бейлингбасту Варпгейт в итоге уничтожен Но как будто это не очень сильно помогает Су Потому что у Зеста ещё есть оракулы Здесь всё ещё можно варпать новых юнитов С трёх Нексусов активно строятся пробки Безостановочно их строит Зест И суммарно, как видим, он построил уже более 50 рабочих При том, что соперник остановился на 21 дроне Ну и всё Собственно, чё тут дальше рассказывать Всё нормально Всё просто шикарно У Протаса И Зерк выходит из игры Зест не был готов Толком не отреагировал на бейлингбаст Не отменил третью базу Но всё равно легчайше отбился Ну вот так, просто потому что может На самом деле стиль игры трёхкратного чемпиона GSL Действительно иногда можно рассмотреть Ну как просто очевидное неуважение к сопернику Потому что Зест нередко играет Ну очень специфические вещи Делает весьма сомнительные ходы Знаете, как будто вот он постоянно играет с какой-то форой Как будто, ну у него постоянно есть запас За счёт которого, с его точки зрения, естественно Он в любой момент может закончить игру своей победой И в чём это, например, выражается В том, что Зест это игрок Запас ресурсов, которого в обычных макроиграх Ну в своё время просто стал мемом То есть мы не раз видели игры Зеста на топовых турнирах Когда у него, ну просто постоянно было там полторы-две тысячи минералов Там тысяча-полторы газа в запасе И ему было норм То есть он вообще никак не пытался с этим бороться Ну да, да, есть ресурсы, есть Какая разница При этом он, естественно, может проворачивать Очень крутые, зрелищные манёвры в микро У него невероятно сильная макро Просто вот у него в игре есть какая-то нарочитая небрежность И которая действительно может иногда выглядеть Как неуважение к соперникам в принципе Вот у него какой-то свой взгляд на игру Какой-то свой подход, который, знаете, всегда контрастировал с другими протосами Которые прям вот утончённо стараются во всём дорабатывать Там как-то круто разведывать Там условные трэп или там статс Или, ну я не знаю, тот же Хиро на самом деле тоже Это игроки, у которых вот есть конкретные узнаваемые стили Которые там во всём пытаются где-то доработать Где-то переиграть соперника Где-то сделать какой-то маленький манёвр За счёт которого они выиграют игру Зест, если побеждает, то, как правило, он просто сносит соперника вперёд ногами Невзирая ни на что Не благодаря, а вопреки многим каким-то моментам И поэтому, конечно, за его играми всегда наблюдать было вот по-особенному интересно Вспоминаются, знаете, такие дискуссии времён наших 2х2 с Никой Полин Ещё 14-15-го годов Да, это очень давно было действительно Но настоящие олдскулы канала помнят, что Полин Ну, вообще, настоящие... Давайте начнём с... Давайте начнём с того, что олдскулы канала помнят, кто такая Полин, окей Вот, и они помнят, что Полин из всех Старкрафтеров слегка болела только за Зеста Ну, естественно, если мы говорим о корейцах Не об украинских Старкрафтерах Вот, и она это объясняла тем, что у Зеста есть какая-то харизма Ну, может быть, она имела в виду там что-то, знаете, более связанное с внешностью Зеста Но у Зеста действительно, вот, у его стиля игры есть харизма Вот, у его какого-то игрового почерка есть харизма Вот, в этом плане, мне кажется, вообще нет никаких сомнений Потому что, действительно, Зест играет очень необычно Здесь, на карте Blackburn, это как раз следующий сет После того, что мы видели на 2000 атмосфер Обратите внимание, Зест снова даже не разведал, ставится ли у соперника третье Он в курсе, что там есть золото Но он все-таки решил сделать какие-то выводы из прошлой игры То есть, вроде как он-то победил и все было окей Но что-то Зест так посидел, подумал, такой Ну, ладно, ладно, давайте я чисто на всякий случай На этот раз сделаю двойную стенку все-таки Чтобы если там бейнг басты, типа, пробьют первый ряд стенки То у меня дальше есть второй То есть, видите, какая-то работа над ошибками внутри одного матча Она все равно есть, даже несмотря на то, что, естественно, Зест победил И вроде как над ошибками работать не обязательно Ну, тут Зест врывается в минеральную линию на золоте соперника Сразу три убийства у первого оракула Это неплохой результат Су дальше ставит Роуч Ворон Роуч Ворон достаточно быстрый С учетом того, что есть база на золоте А база на золоте ранее вообще располагает к тайминговым атакам Наверное, неудивительно, что у Су Есть желание, может быть, в тайминговую атаку сыграть И он, кстати, в том числе для этого не исключено Что пробивает сейчас камни Против трех королев, конечно, особо не повоюешь Но оракулы так прям нагленько врываются По три фрага есть у обоих Что делает Зест? Ставит второй Старгейт Ну, два Старгейта там Войдрей, два Старгейта Феникса Это, в принципе, нормальная тема В современном ПВЗ Но Зест продолжает клепать именно оракулов То есть он построил уже трех И он делает четвертого Сейчас он идет вперед Тремя оракулами и четырьмя адептами Собирается здесь чистить крип И снова угрожать минеральной линии Действительно удается еще одного дрона забрать Остальных заставить уйти с добычи Это все максимально полезно Разведку при этом я еще раз настаиваю Особо никакую не проводит Зест Но за счет ревелейшна Он сейчас видит этих роучей Как он будет готовиться? Может быть, Шилд Б3? Ну, как же там, типа, ранние роучи, правильно? Может быть, Войд Рей, в конце концов Которые против роучей-то хорошо работают? Не-е-е Третий Нексус, ребят Все нормально Одну батарейку мы, конечно, поставим Но мы идем в третий Нексус Все окей Зачем вообще что-то придумывать? Четыре Оракула тем временем Начинают свои сражения с королевами И у Оракула очень неплохо все получается Другое дело, что они тратят драгоценную ману А сейчас нужно будет отбиваться от атаки соперника Но это будет потом А пока Зест, конечно, наносит просто катастрофический урон Экономике Зерга Тут и королевы пострадали И дроны, и все на свете 29 рабочих остается у Су Су прибегает и на халяву, безусловно, заберет у оппонента третий Вот здесь, в отличие от 2000 атмосфер Зесту таки придется отменить базу Хочет он того или нет Ну, дальше надо отбиваться от роучей И что вы думаете? Там делаются Войд Рей, там делаются батарейки? Нет! Зест только потерял третью базу Он уже заново ставит новую Он понимает, что Да ладно, эти оракулы рано или поздно роучей убьют Су наверняка дальше никуда не пойдет Поэтому Че вообще готовиться? Че перестраховываться? Можно сразу третий Нексус новый ставить Вот эта манера игры Зеста Это, конечно Ну, нечто на грани анекдотического Но, с другой стороны, это Совершенно невероятное понимание игры Потому что Ну, а как его сейчас Су накажет За то, что там вот Третий Нексус новый поставлен Вновь пойдет вперед роучами и лингами? Хорошо, но Тут оракулы все больше и больше И что характерно, они дальше строятся И Что самое вообще интересное Ну, для того, чтобы контрить связку юнитов Королевы-роучи Нужны кто угодно Но не оракулы-адепты Потому что Ну, как бы, роучи контрят адептов А королевы контрят оракулов В соответствующее количество Но Зесту пофиг Он считает, что Он сможет довести Груту победы Чисто этими двумя юнитами Он больше ничего не строил За всю игру Зест построил только 15 адептов 10 оракулов И одного единственного сталкера Который в стенке стоит Все Все остальные юниты не нужны Зест чисто На оракулах И адептах Воюет против королевы-роучей Я не думаю, что есть еще Хоть один протос в мире На уровне там Выше Мастер лиги Который будет себе позволять Такие вещи Зест позволяет Ему пофиг Да, ты чисто теоретически Построил контр-юнитов Но, скорее всего Ты построил их недостаточно много Для того, чтобы остановить Мои атаки Поэтому Зест тут еще Повоевал адептами Дома у него уже пошел Флитбикон Он добавляет Третий старгейт И дальше будет Перестраиваться В карьеров Тоже вроде Нормальный вариант Против королевы-роучей Оракулы продолжают летать И на самом деле Всего двух оракулов Потерял Зест Хотя Нанес огромный урон И уничтожил 13 королев соперника Снова Су Как бы хочет пойти Вперед роучами Но он понимает Что это невозможно Потому что у соперника Слишком много оракулов У них слишком много маны И они просто будут дальше Этих роучей сжигать Поэтому Су вынужден Отступать Су вынужден Копить там Как-то Королев А Зест в это время Спокойно ставит Четвертую Как раз У меня ощущение Ребят Что Зест ставит Там Третьей Четвертой базой Как раз тогда Когда Ну типа там Соперник в атаку Собирается идти Просто вопреки Общей Игровой логике Когда нужно отбиваться Зест готов атаковать И готов ставить Новые базы Почему? Потому что может Зест врывается На мейн Здесь всего Две королевы И спора Масса оракулы В матчапе ПВЗ Когда вы вообще Такое видели? В этот момент Су думает Что Ааа Ну раз оракулы в атаке Готовятся К своему выходу Но Он видит Что здесь керреры И в итоге Получается Что приготовился Он только К выходу Из игры Вот так вот Зест Переиграл Су На Блэкберне Еще один сет Зеста против Су Мы увидим На карте Кириос Майнс Зест Слева сверху И Костяк говоря Он Ставит такую Весьма любопытную Стенку Очень уязвимую К слову Бейлинг Бастом При прочих равных Ну ничего страшного Пилон в стенке Это что Это проблема Для Зеста От Бейлинг Бастов Мы уже увидели Как он отбивался На 2000 атмосфер Поэтому я не думаю Что Зест чего-то боится Но что касается Его соперника То Су Вынужден был Как обычно Не поставить хату На натурале Из-за того Что Зест ему помешал Ну и здесь Никакого золота Уже Нет Как вы успели Заметить Зест Действительно Достаточно креативно Играет По Меркам современной Меты Ну и тут Наверное стоит Напомнить Что если вам Не хватает Вдруг Креатива В крови То как раз Специально Для спонсоров Для зрителей Рафкрафта Вышел Бонусный эпизод Рафкрафта На моем канале Буквально Позавчера Позавчера В понедельник Еще Кстати У нас спонсоры Пользуются Кучей Всяких Привилегий По типу Смайликов Иконок Раннего Доступа Вот этот ролик Например появился В раннем доступе Для спонсоров Уровня Секретный Агент И выше Во вторник Поздно Вечером Так что Если вам Интересны Бонусы Которые Предлагаются Разными уровнями Спонсорства Или просто Если у вас есть Желание поддержать канал То вступайте В наш клуб У нас Недавно Стало 600 человек Спонсоров Ну понятно Кто-то Отписывается Кто-то Подписывается Но в любом Случай В любом Случай Круто Что есть Много Людей Которые Хотят Поддержать Канал И благодаря Которым Мы продолжаем Активно Работать И выпускать Много Контента В том числе Бонусного А Зест Продолжает Играть Странные Билды Вот сейчас Например у него Никакого Старгита Нет Он ставит Просто плюс Два Гита И видимо Собирается Играть В масс Адептов И на этот раз Зест Даже разведывает Ну как Разведывает Так Типа Пришел Погулять Адептом И сейчас Двумя Адептами Сразу Телепортируется На третью Базу Попытался Он здесь Собрать Дронов Дронов Забрать Не удалось Может быть Сейчас Конечно Су Очень не хотел бы Показать сопернику Бейлинг Нес Но пока И не приходится А зернинги Которые будут Превращаться В бейлингов Они уже здесь Они уже В другой части Карты У Зеста Пошли Дома Два Старгейта Но понятно Что никаких Воздушных Юнитов Не будет К моменту Когда Зест Вынужден Будет Отбиваться От этой Атаки Вот Я не знаю Зест только что Разведал Но должно Было его Что-то Смутить Там Ни из одной Личинки Ничего Не было Заказано Зеста Ничего Не смущает Он Варпает Адептов Погнали Вперед Мы Атакуем Асу Снова Играет Бейлинг Бас На 20 Дронах Посмотрите Какой Этот Зерк Да Так Что Будем Делать Зест На этот Раз Все Намного Хуже Рекол Прожимает Зест Отменяет Газы На натурале Здесь Ставит Пилон Который Не дает Лингам По кратчайшей Траектории Оказаться На мейне Линги После этого Пытаются Уйти Похоже Зест Адептами Фокуснул Бейлинга Чтобы тот Не взорвался В рабочих Рабочие С удовольствием Дерутся Против Зерлингов Зест Закрылся Еще Двумя Пилонами В стенке На натурале Ну На самом Деле С учетом Того Что здесь Можно закрыться Одним Форсфилдом Выглядит Так Что Зест Отбивается С потерей 13 Пробок Впрочем И здесь Ломятся Новые Бейны Ну Все Все Там Еще один Форсфилд Есть Нет смысла Дальше Лезть Зест Отбился 13 Пробок Потеряно Но можно Продолжать Игру Есть Два Страгита Еще Су Уже Перестраивается В макро И кстати Очень быстро Перестраивается Явно Получает Преимущество У него Сейчас Целых 39 Дронов На 28 Пробок Это Очень Серьезно Ну Придется Да Потратиться На споры Потому что Все-таки У соперника Там были Два Страгита И Зест Может их Как-то Использовать Зест Действительно Ставит Сейчас Еще Два Газа На Натурале Так что Страгиты Использовать Будет Очень Активно Заказал Здесь Двух Фениксов Зест И Прям Очень Активно Распределяет Рабочих По газам Протос То есть Планы Наполеоновские На два Страгита У Су Все еще Есть Пара Бейлингов И куча Лингов Ну а здесь Вылетают Два Феникса Понятное Дело Чтобы Почистить Оверлордов И забрать Разведку Соперника Но на этом Инвестиции Фениксов Не заканчиваются Зест их Будет строить Дальше Су Продолжает Просто Максимально Увеличивать Своё преимущество У него Еще Королевы Делаются Еще Дроны Дронов Прям Безумно Много Против Двухбазового Тоса Зест Конечно Сейчас Очень Сильно Вынужден Затормозить С развитием Своей экономики Это больно Бьет по перспективам Протаса Но Посмотрим Что дальше Будет делать Зест Вот Су Дальше Ставит Роуч Уорн И Такое ощущение Что в принципе У него Вновь в планах Именно Какая-то Атака на Роучах Но Именно При поддержке Королев Которых Будет достаточно Много Для того Чтобы Например Фениксы Не стали Проблемой Что тем временем Делает Зест Зест Телепортируется Нет Не стал Телепортироваться Все-таки Своими Адептами Зато Фениксами Тут отжал Парочку Дронов Отжал Королеву Адептами Вернулся Домой Что интересного Увидел Сейчас Протас Ну Самое интересное Он не увидел Роуч Ворн Да Зачем ему Что-то смотреть Флит Бикон С двух Бас У Зеста Ребят Свой план Он Ничего не увидел Он ничего не мог Понять Что делает соперник Он просто увидел Много королев И довольно большое Количество Дронов Но План соперника Он абсолютно точно Не знает Это не мешает Зесту В слепую Поставить Флит Бикон И Третий Нексус Когда ему Придется Отбиваться От улына В атаке Соперника Здесь уже Все пошли Вперед Королевам Плевать Что у них Нет Трансьюза Вне Крипа Им норм Они все равно Пошли вперед По старинке В старые Добрые Зерговские Времена И Зест отвечает Заказом Темпестов Отбиваться От улына Соперника Он будет Темпестами Батарейками И форсфилдами На хайграунде Су Попытается Сквозь эти Форсфилды Пробиться Феникса В это время Там выбивает Экономику Су Но без фанатизма Вот этого овера Только Зест Конечно очень хочет Добить Когда оверлорд Выживет на одном ХП Да Су Фактически Заставляет оппонента Отменить третью базу Но сам Немало теряет Дома Тем не менее Все равно У Су 63 Дрона целых А Зест Заказывает Еще двух Темпестов Заказывает И потом Отменяет Апгрейд На урон Темпестам По зданиям Не спрашивайте Он снова Заказывает Этот апгрейд Не спрашивайте Это Видит Который будет Нужен Для того Чтобы Споры Перестали Быть угрозой Для Тоса Впрочем Темпесты Доделается Снаряд Темпестов Станет Желтым Су Пока Просто Пытается Прогонять Темпестов Коррозивбайлом И реведжеров А Зест Тем временем Так Потихоньку Полегоньку Выходит Вперед По лимиту Вы заметили Там Су Правда Деньги не потратил Он ждет Когда доделается Шпиль И он сможет Заказать Кучу Кораптеров Но факт Остается Фактом Зест Который был В километрах Позади Сейчас Стремительно Игру выравнивает И кстати Его традиционный Запас по ресурсам Вот на что Копит Зест Непонятно Но Сейчас уже Даже С одинаковыми Запасами По ресурсам Мы также Видим Одинаковые Лимиты Так что Зест Очень здорово В игру Возвращается 13 Кораптеров Усу В заказе Они конечно Должны Очень сильно Ситуацию Исправить Споры Отлетают Почти Мгновенно Королевы Переходят В наступление Понимая Что сейчас Кораптеры Им помогут Но как же Зест Темпестами Разруливает Но его золотой Запас В полторы Две тысячи Минералов Постоянно О котором я говорил Он здесь Он присутствует А теперь еще На поле боя Присутствуют Кораптеры Зест явно Под рекол Сейчас пытается Уйти Но видимо Нет маны Нет маны В Нексусах На рекол Зест Ой Ну это просто Катастрофа Зест должен был Уйти реколом Но в решающий момент В его Нексусах Ну просто Не оказалось Маны Ну подумаешь Ну вот Не доработал Немножко Корейский профит В этом Весь Зест Господа Вот Совершенно Гениальная Стратегия Которая Казалось бы Полностью Выровняла Игру Летит В тартары Потому что Ну во первых У Зеста 2000 минералов В запасе И неоптимально Раскачанная Третья база А во вторых Зест просто Завтыкал Оставить себе Ману В Нексусах Там слишком Увлекся Бустами И не было маны На рекол Ну очень жаль Три-четыре пробки Будут качать Минеральную линию На третьей базе Все не по законам Старкрафта Делает Зест Но он продолжает Гнуть свою линию Все нормально Строим Кэрреровой Дреев Плевать что у них Нет апгрейдов На атаку Переходим В Зилотов Сархонами Причем суммарно Я так понимаю Тут будет Двенадцать Варпгейтов Это совершенно Дикое количество Тут кстати Снова нет маны В Нексусе На шилдбет Реверчарт Чтобы похилить Нексус Ну елки Палки Как же Как же Зест Конечно Миллион Возможностей Упускает Для того Чтобы эта игра Сложилась Для него Чуть-чуть Лучше Но он Не устает Просто гнуть Свою линию Пф2 Собирается Его могучее Войско С Зилотами Адептами Сталкерами Архонами Воидреями Фениксами И одним Кэрером Су продолжает Строить Караптеров В огромных Количествах И Су Переходит В наступление Со всеми Своими Королевами С Караптерами С Роучами С Реваджерами Прям Невероятно Мощно это выглядит Зест На этот раз Пока есть Мана Сразу включает Шилдбет Реверчардж Потом Маны Не будет Правильно Лучше Лучше Рано Чем позже Каррер Кстати Будет Отфокушен Зергом Только после того Как он уже В принципе Использовал У всех своих Интерцепторов Больше от него Толку никакого Зест Отчаянно Дерется Варпает Чардж Зилотов У которых Напомним Плюс 1 На атаку Есть И Темплеров Еще варпает Которые Бросают Фидбеки Да Мана Королевам КП это очень крутая тема И по земле Что характерно Зест в итоге Отбивается Но там просто Слишком много Караптеров Которые успели Присосаться К Нексусу И Судя по всему Нексус Зест Потеряет А вместе с Нексусом Скорее всего И шансы на продолжение игры Очень Прикольная игра От Зеста Вот снова На самом деле Его манера игры Безумно узнаваема Мне кажется По этой игре Понять что Протас Это Зест Если вы точнее Что это корейский Прогеймер Но это прям Проще простого У Зеста было Масса возможностей Выиграть игру Но знаете Из-за такой Легкой небрежности Такого Легкого Оттенка Неуважения К сопернику Каким-то Законам Старкрафта Зест эту игру Проиграл Насмотреться Насмотрелись мы ПВЗ Увидели Как Зест Побеждает Как Проигрывает Какой у него Широкий Спектр Стратегий Как он Отбивается От чизов Как играет В макро Давайте Посмотрим Как выглядит Матчап Зеста Против Терана Зест играет Против Бьяна Как я уже говорил В этом ролике Мне вот прям Хочется показать Как Зест играет Против Других Очень Опытных И возрастных Корейских Прогеймеров Против Почти что Сверстников Своих Играет Здесь Зест И Матчап ПВТ Мы видим Он например Предпочитает Не разведывать Он играет Билд Который в принципе Достаточно популярен Современной Мете Вот например Скиллоуз Тоже так любит играть Гейтвей Кибернетка Нексус Если вдруг там чисто Протто строит Зилота Зилота Который вот Никуда не девается Который прям Достраивается И Кстати Этот билд Очень хорошо Работает Против Тернов Которые например Инженеркой Застраивают Соперника А еще Зест Ставит Крутую Стенку Пилоном Гейтвей Кибернеткой Которая Не дает Возможности Проникнуть На базу Рипперам И еще Одну Точку Для проникновения Риппера закрывает Дополнительным Пилоном Короче говоря Прям Очень Любопытный Билд Вот по серии Разных моментов Дальше Зест Мы видим Заказывает Сталкера Бустит его Собирается Добывать Второй Газ Соперник Тоже играет Без разведки Отметим Причем Без риппера Сразу Морпеха Барак На реакторе После этого Очень быстрый Второй Барак И очень быстрый Третий Барак Это Очень серьезный Такой Оптимизированный Выход В три Барака Масс Морпехов Против Которого Протасу Может быть Сложно Если В особенности У него Там будут Какие-то Проблемы С разведкой Разведка Разведка Вроде как У Зеста В будущем Должна быть Здесь Он такую Разведку Боем Провел И обратите Внимание Где спрятался Зилот На самом деле Вот если Даже сюда Подойдут Морпехи Они Зилота Не увидят Это Очень Интересная Такая Точка Точка Которую В принципе Тяжело Как-то Обнаружить Да Тяжело Как-то Проверить Когда у тебя Из винтов Только Морпехи То есть Ты просто Будешь идти И внезапно Этот Зилот Окажется Перед носом У твоих Мариков Вот мы можем Как раз Посмотреть Как это Будет Выглядеть Бьян Идет Ничего Не видит Оп Заходит В кусты И встречается С этим Зилотом Который Успевает Разменяться На одного Морпеха И пробить Второго Это уже Очень неплохо Для протса У которого Кстати Два Сталкера Есть Поэтому Наверное Эти Марики Его не Испугают Зест Даже не ставит Никакую Батарейку У него Тут Все Открыто Если Это был Например Билд В перелет Факты На реактор Последующий Заказ Гелеонов То возможно У протса Были бы Проблемы А возможно И нет Потому что Оракул Первый Вылетел Зест Видимо Абсолютно Верен в том Что у него Билд Который Справляется Совсем На свете Ну Или Не справляется Но Тогда Зесту Пофиг Оракул Прилетает На мейн Видит Три Что происходит На карте Берлинград И просто Ставит Третий Нексус При том Что Ну Как бы Третий Нексус Еще нужно Будет Защищать Там Прям Мародер Делается То есть Там Будет Мощнейший Выход Со стимпаком И щитами Минеральные Линии Наверняка Попытается Прикрыть Туретками Бьян И Зест Еще при этом Продолжает Строить Оракулов Которые Честно Говоря Против Вот именно Масс Интересная Инвестиция Сомнительная Еще Зест Просто Вы поняли Что произошло Вот у него Наземная армия На карте Это два сталкера Он взял Двух сталкеров Пошел на базу Терана У которого Значит дома 19 Марпеховый Мародер И просто Чисто по фану Отжал у него Тут пару Мариков И рабочего Ну Потому что Может Неплохо Неплохо Кто ему Сказал Что здесь Например Не делался Конкассив Шелс Для мародеров Ну Вот Почему-то Он решил Что Не было Конкассив Шелс Для мародеров Что ж Оказался Прав Что я могу Сказать Оракулы Еще налетели Значит Убили Три Севи Убили Пару Мариков Весь Этот выход Под Ревелейшеном Оракулы Возвращаются В Минеральные Линии Терана Забирают Еще Пару Севи Старпорт Будет построен В итоге Намного Позже А здесь Что А здесь Три батарейки Уже Во лбу Зест Прекрасно Готов Форсфилд Ну Такой Конечно Вроде Казалось Средней Степени Паршивости Но Из-за Того Что Морпехи Шли Такой Тонкой Струйкой Зест Зест Их Всех По одному Нанизал И я Хочу Обратить Ваше Внимание На то Что Зест Отдал Просто Первого Зилота Ну Который Реально Был Построен Для того Чтобы Его Отдать А больше Юнитов Не терял И забрал 15 Юнитов Соперника 15 И это Еще не предел Он их продолжает Забирать Тут надоела Вся эта История Бьяну Бьян Вкалывает Стимпак Идет Вперед Теперь Им Нужны Медиаки Для того Чтобы Они Снова Были Боеспособны Для того Чтобы Это Войско В принципе Было Боеспособно Зест По итогу Фактически Без потерь Отбивает Свою Третью Базу Которая У него Уже Почти Полностью Раскачана В плане Минеральной Экономики Мейн А натурал Раскачанный Полностью Без Всяких Оговорок В общем Ситуация Для Зеста Превосходная Он Добавляет Еще Пять Гейтвэев Ну и Роботикс Для того Чтобы Видимо Дальше В какие-то Технологии Приходить Или просто Чтобы Была Детекция Потому что Мало ли Там Мины Какие-то Ну хотя С другой стороны Сейчас Детекцию Контроль Карты Конечно Оракулы Осуществляют Полностью Зест Еще Дополнительно Хочет Проконтролировать Карту Этим Пилоном Пьян Естественно Ни с чего Нужно Лететь дальше Готов Да Тут Будут Как раз Блингсталкеры Которые Если что Дроп Бьяна Будут Перехватывать Поэтому Поэтому Сейчас Бьян Собирается В кучу Второй Робо И робо Бэй У Зеста Он На третьей Базе И газы Хочет Получить Ну и Как-то Так Внезапно Оказывается Что Бьяна На 20 Лимита Больше Но Зеста Это Не смущает У него Все еще Есть Батарейки У него То есть Группа Блингсталкеров Которая Продолжает Лезть на Рожон Еще Несколько Юнитов Удалось Забрать 20 Юнитов Отжал У соперника Зест Потерял Пробку Зилота И Сентри Зест Все видит Естественно Все Под ревелейшном Постоянно Происходит То есть Зест 100% Времени Следит За перемещениями Армии Бьяна И снова Такими Разрезающими Форсфилдами Он не дает Сопернику Прям массово Принять бой Понимает Бьян Что здесь Стазисная Ловушка Как-то пытается Аккуратно Действовать Но Этот Стазис На самом деле Не дает ему Возможность Нормально Принять Бой Зест Использует Шилдбет Реверчардж Для того Чтобы соперник Точно Не захотел Никуда Наламываться Сейчас Шилдбет Реверчардж Закончится Зест В итоге Вынужден Даже Оракулу Включить Для того Чтобы Помочь Своим сталкером Воевать У Бьяна Больше лимита У Бьяна Мощнейшее Войско Стимпак Щиты Плюс 1 Но Зест Все равно Как-то Здесь Отбивается Даже С медленными Зилотами Без чарджа И Несмотря на то Что по потерянным Ресурсам Игроки Выровнялись Зест Все устраивает Потому что У него Уже Делаются Колоссы Из двух Роботиксов И для Бьяна Который Да Понимает Что его ждет И делает Уже Плюс 1 На атаку Воздуху Хотя Непонятно Откуда Он это Понимает Но Понимает Для Бьяна В общем Появление Колоссов Может стать Неприятным Сюрпризом Если они Прямо сейчас Появятся На поле боя Потому что Подготовка К переходу Воздух Есть Но она Такая Очень медленная Очень вялая А колоссы То уже Вовсю строятся И Более того Зест их Прячет Для того Чтобы не форсировать Переход Терна Викингов Викинги При этом Все равно Делаются У Бьяна Вот Видимо Он прям Ожидает Колоссов По тем или иным Причинам Или косвенным Признакам Но Зест Переходит Четвертую Базу Колоссов Бустит Делает Варп Призму Бустит И играет Плюс 2 На атаку И вот Тут кстати Нельзя не заметить Насколько сильный Все таки у Зеста Общий Макро Менеджмент Потому что Мы говорили Вот в прошлой Игре против Су О том что У Зеста Дважды Не было Маны Там сначала На рекол Потом на Шилдбет Реверчардж Все это Происходит Из-за того Что он Постоянно Что-то Бустит Это Не так уж И плохо Для Протаса Да Конкретно В той игре Вот Не фортануло Но Глобально Конечно Такая хорошая Трата Маны На бусты Она Она говорит О многом Она говорит О том что У Протаса По части Макро Все в порядке И Зест В итоге Принимает Решение Которое сложно Объяснить Чем-то конкретным Ну вот Просто у него Есть три колосса С дальностью Он считает Что сейчас Хороший момент Для того Чтобы пойти вперед Если это не так Вот Бьяну придется Доказать это На практике Доказывать будет Действительно Непросто Потому что У Зеста Здесь Очень мощное войско Вроде даже Меньше лимита У Зеста Чем у Бьяна Но он все равно Идет вперед Ставит стазисные ловушки Прямо на поле боя Очень тяжело Естественно Бьяну Что-то с этими ловушками Походу Дело сделать И Рабочие здесь Заморожены Пехота идет вперед Пытается добить колоссов Викинги В свою очередь Пытались добить призму В итоге Два колосса выжили Призма потеряна Сейчас бы в идеале Зесту конечно Закрепить преимущество Уйти реколом Там Отстроить еще немного Рабочих Но Зесту плевать Он просто идет Вперед До конца Даже если Здесь останутся Колоссы без прикрытия Зест будет Размениваться До последнего юнита А тут еще Прибежали зилоты И да У Зеста скопилось 1200 минералов 1400 газа Но даже Эта Малипусенькая Проблемка Не мешает Зесту Победить Вот так 49 ССВ Потеряно Зест Блистательно Отбивался Всю игру А потом Просто Одним Полурандомным Выходом С большим Запасом Пресурсом И запасом По ходу сражения Победил Бьяна Безусловно То что мы видели На карте Берлинград Это было такое Вполне Стандартное ПВТ В исполнении Зеста То есть в принципе Это было что-то Соответствующее Мете В принципе Можно сказать Что это был Хороший билд И хорошая стратегия Под карту Но Сейчас Мы находимся На карте Прайду Валтарис На карте Которая Все-таки Является Куда Менее Стандартной По серии Самых разных Признаков Каких именно Ну например По наличию Золотой базы На которую Зест Сразу Нацелился Зест Вновь Играя Без разведки Вновь Играя Именно Этот билд Через гейтвей Кипернетку И последующий Нексус Собирается Ставить Базу Именно На золоте И на этот раз Он даже Зилата Не заказывает Просто Нексус Побыстрее Здесь же Второй пилон Все без разведки Плевать Что там делает Соперник Соперник Как мы видим Играет Очень осторожно В морпеха Командный центр На хайграунде И Быструю Фэктори У Бьяна Такой Прям очень Необычный И действительно Осторожный билд Ну правильно Мало ли Что соперник Сделать На такой карте Что соперник Сделает Мы дальше Будем разбираться Вместе с вами Пока Соперник Вот по сравнению С прошлым сетом Просто скипнул Зилата А Нексус Поставил Сразу на золоте Но конечно Это просто Стартовый Опенинг Что будет дальше Пока абсолютно Непонятно Ну и конечно Билд Бьяна Тоже при этом Непонятен На этот раз Мы видим Что Зест Идет В Твайлайт Будет играть Вероятно Через Блинг Сталкером При этом Опять таки Здесь полноценная Золотая база Она на 8 Минеральных кристаллов И она может Принести Прямо огромный Профит По сравнению Вот например С той золотой базой Которая есть на Блэкберне Да Которую брал Су Здесь все Намного серьезнее Зест Сразу по готовности Этого Нексуса Делает Рекол Пробок И насыщает Нексус И ставит Просто здесь Дополнительно Гейт Непонятно Зачем Потому что Ну как бы Ускоренный Доварт на этот Пилон В любом случае Будет Исходя из того Что он рядом С Нексусом Захотелось Просто Зесту Захотелось Там поставить Гейтвейк Почему Не спрашивайте Бьян Вообще Понятия не имеет О том Что происходит На карте Он играет Через Дроп Мин И Строит Активно Морпехов С барака На реакторе У него Будет Видимо Две Минки К моменту Когда Вылетит Медиак Ну и Орбитальная Станция Вторая Осторожно Перелетит На натурал В общем Пьян Попробует Развечь Соперника Дропом Зест Вроде как Играет Пока Довольно Стандартный Билд Просто Опять же С разного Рода Модификациями И созданиями Которые Откровенно Весьма Специфически Расположены Вот этот Гейт Роботикс Еще Именно На этой Базе Непонятно Зачем Ну Вероятно В ближайшее Время Зест Поставит Третий Нексус На натурале Потому что У него Всего Два Варбгейта С таким Количеством Варбгейтов Определенно Никуда Ты не Перейдешь В атаку Здесь Бьян Пытается Пролететь Куда-то Медиуаком С минами Но Все Контролирует Зест У него И пилон Есть Который Бьян Видел И Башню Зелнага Пробка Контролирует В общем Ничего Пока не может Сделать Теран Пошел Он Морпехами Вперед Зачищать Эти пилоны У соперника Как раз Будет Блинк Поэтому Такой Выход От Бьяна Достаточно Специфический Получается Но пока Блинка Нет Конечно Морпехи Очень Жестко Наказывают По-моему Не такой уж Плохой Размен Сейчас Морпехи Начинают Все-таки Умирать Быстрее А Зест Почему-то Не ставит Третий Нексус У себя На натурале Почему Потому что Он просто Под Рейвеном Соперника Ставит Нексус На вражеском Золоте В этом Весь Зест Полнейшее Неуважение К оппоненту Просто На пофиг На золотой Базе Соперника Зест Ставит Свою базу Здесь Бьян Очень красиво Помикрил Минами Пытается Он по максимуму Забрать У соперника Майнинг Тайм В итоге Забирает И трех пробок И Майнинг Тайм Рейвен Врывается На мейн Но тут Тяжело Тут его уже Готовы Сталкеры Встречать Потому что Опять же Зест Все видел Рейвен Под ударом Но все-таки Удается Бьян Его спасти Ну что Это такое Ребят Зест В своем Репертуаре Вражеское Золото Идем Вперед Чисто Погулять Блинг Сталкерами Прямо На два Танка Соперника Ради того Чтобы Отжать Еще Какого-то Марпеха Здесь Ждем Когда Рейвен Где-то Спалится Ну и Этот Пилон Собственно Сообщит Если Рейвен Будет Пролетать Рядом У Зеста Доделывается Чардж Заказывает Он У Мортала Бьян Пока Просто От суровой Обороны Собирается Играть Он Ставит Третий Командный Центр Бьян Прекрасно Понимает Что Конечно Такие Ранние Золотые Базы Это Очень Опасно С точки Зрения Тайминговых Атак Со стороны Протоса Поэтому Бьян Пытается Играть Очень Осторожно Он Даже Рейвена Хочет Вернуть Рейвен Отбрасывается Тут Редками Прогоняет Сталкера Но Умирает Выцепил Его Зест Очень Красиво Полноценным Контролем Карты Сейчас Зест Забрал У оппонента Ценнейшего Юнита Зест Добавляет Еще 6 Варп Гейтов Суммарно Их таким Образом Будет 10 Пока Но Зест С его Двумя Базами На золоте Ничто Не мешает Еще Больше Собрать По инкому Зест Сейчас Выходит Вперед За счет Двух Золотых Баз Зест Просто По периметру Обстраивает Соперника Пилонами Вот здесь Поехала Пробка Ставить Пилоны Здесь Воюют Сталкеры Здесь Ставился Еще один Пилон Для контроля Карты Здесь Понятное Дело Есть Золото Зест Сейчас Собирает Войско Для того Чтобы Прикрывать Эту Базу Он Даже Не Полностью Раскачивает Эту Минеральную Серьезное Преимущество По минеральной Экономике База На золоте Будут давать Очень много Бьян Пытается Как-то Разлечь Соперника Дропами Тут Пока Не шибко Много Юнита Утоса Бьян Даже Смело Идет Вперед Разменивается На сталкеров Несколько Сталкеров Забирает Медиваки Сохраняет Очень Эффективный Дроп От Бьяна Зест Пока Не понимает Куда Ушел Соперник Грейда Плюс 1 На атаку Есть у обоих Игроков Мы видим Здесь Зест Найдет Иллюзии Феникса Медиваки Ну а Бьян Тем временем Аккуратно Пытается спуститься И второй армией Будет Видимо Улетать В дроп Мин И дальше Наверное Как-то Очень Аккуратно Переходить На третью Но пока Бьян Боится Налома Даже На свою Собственную Вторую базу Он здесь И мину Закопал И сопла И ставит И Зест В итоге Просто как-то Неподготовлено Тупо через атаку Ломится Прыгает Сталкерами Вперед Но это Очень нагло Там сзади Кстати Посмотрите Как прикольно Разложен танк Снова Мины Закопал Бьян В общем Атака Неподготовлена С ней Вроде бы Справляется Сейчас Бьян Бьян В это время Также пытается Вернуть домой Медивак Но медивак Перехвачен Не удается В итоге Бьяну Создать Второй фронт Но Зест Ну просто Как-то совсем Знаете Тупо через атаку С запасом 1300 минералов Пытается Пролезать На натурал Соперника В итоге У него здесь Две призмы И он В обе призмы Загрузил Юнита Так И что дальше будет Зест Просто Такое ощущение Что он уже хочет Как-то Окликнуть И закончить игру Но пока не получается Потому что Бьян играет Слишком круто Слишком осторожно При этом Новые базы Зест Даже не ставит Он ставит Одиннадцатый И двенадцатый Гейтвей И двумя Призмами Зест Пролетает На мейн Боже Что это такое Я вообще Никогда Такого не видел В этих двух призмах Один иммортал И шесть зилотов И Они просто Дальше Загружают Этих юнитов И улетают Хара с двумя Призмами От Зеста Вот это Фристайл Ребят Забрать Забрать Своё Золото Забрать Чужое Золото Так и Не занять Свой Натурал За 10 минут С 12 Гейтов Наварпать 40 зилков Даже нет Суммарно Уже 52 зилка Построить Две Варпризмы Залететь На мейн Там соперник Отбился Ну и Чёрт с ним В итоге Собрать Всё в кучу Ф2 Кликом Прямо с этими Двумя Призмами Которые летят На пофиг Умирают На туретках Умирают На минах Напасть на оппонента Разлететься В щи Отступить под давлением Бьяна Который резко Переходит в контратаку На разных лимитах Но Внезапно Получить Готовый Шторм И Что Заштормить соперника В следующей волне Атаки Да Именно такой план Именно такой план И Такая знаете Краткая Хронология Краткий Пересказ Всего что Происходило На этой карте В течении 10 минут Зест Заштормил соперника У Бьяна Просто кончается Мана В медиваках И вообще Медивак остался Только один Поэтому армия Теряет боеспособность И Зест В каком-то Лютейшем фристайле С двумя золотыми базами С двумя призмами Которые творят Непонятно что В очередной раз Показывает нам Как он побеждал И если он Побеждал То это выглядело Именно так Немного странно Сумбурно Но Чертовски весело Не без претензий К самому Зесту Зато По крайней мере Я думаю Что все Получали удовольствие От таких игр И я надеюсь Что удовольствие От этого ролика Получили Вы Может быть иногда Зест играл Как будто С полнейшим Неуважением К своим соперникам Но зато Постоянно дарил нам Массу ярких эмоций За что ему Безусловно Огромное спасибо Для вас работал Аликс 007 Обязательно Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Делитесь отзывами В комментариях Становитесь спонсорами Канала До новых встреч Всем пока И удачи Услышимся Субтитры сделал DimaTorzok